Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим с вами из ангара ИСУ-152. Перед тем, как мы это сделаем, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на мой канал, но смотрит мои видео, уж тем более еще и с периодизацией, пожалуйста, оформите подписочку, она ничем не будет вам мешать в списке ваших подписок и ровным счетом ничего не будет для вас стоить. А для меня это огромный вклад в развитие моего канала, в развитие моего начинания. Спасибо вам за благовременно, но просто огромнейшее. Итак, ребятки, ИСУ-152. Что о ней можно сказать? Это машинка ПТ-шка в ветке Объекта 268. Это восьмерочка, она довольно хороша собой, но имеет ряд своих, соответственно, недостатков. Про них мы поговорим в бою, когда будем оценивать ходовые качества машинки, ее поворотливость, броню, ну, в общем, все, что связано с подобными вещами. Я же, как обычно, заострю внимание исключительно на пушках данного аппарата, ну и, соответственно, выскажу свое мнение. Итак, ребят, смотрите. На базовой пушке у вас будет 640 единиц урона, 135 единиц пробития, 13 секунд перезарядки и 2950 единиц урона в минуту. И, ребятки, где-то я это уже слышал, а я вам скажу, где я это слышал. Я это слышал вот здесь вот, на СУ-152 стоит пушечка с подобными характеристиками. Давайте теперь посмотрим на орудие. Здесь у нас 122А1937 года. Здесь у нас 122А1937 года. То есть, логичным будет предположить, что когда на вот этой вот ПТшечке 7 уровня вы не поленитесь и выкатаете себе вплоть до топового орудия 122Д25С44 года, вы обратите внимание, что в любом случае, когда вы откроете уже себе ИСУ-152, то стартовать вы будете не с базового орудия, а будете иметь орудие вот такое. И, соответственно, будете иметь орудие вот такое. То есть, не ленитесь на СУ-152 прокачивать альтернативные орудия для того, чтобы, открыв себе ИСУ-шку, играть изначально сразу с комфортом, не выкачивая два вот этих орудия. Поверьте, на СУ-152 на 7 уровне выкачать альтернативные орудия легче, чем на ИСУ-152 на 8 уровне выкачать обязательные орудия для прохождения. Это мой первый совет, но и дальше уже как хотите. Можете прислушиваться, можете нет. Есть два альтернативных орудия. Это орудие 9 уровня, БЛ-9С, и это орудие БЛ-10. Я себе открыл БЛ-10, и оно мне очень нравится. Я играю на нем, когда периодически данную ИСУ-шку выкатываю из ангара. Что она собой представляет? Она имеет офигенное пробитие в 286 единиц, 640 единиц урона, что, в принципе, для восьмерки ПТ-шки довольно неплохо. Если помните, допустим, на том же самом гриле 600 единиц урона, да? Она имеет время перезарядки 12 с копеечкой секунд. Вроде бы много, но в целом в бою терпимо и нормально. Урон в минуту 3126. Но я бы не сказал, что прям вау-вау-вау, потому что вау-вау-вау было вот здесь вот уровнем ниже 3310 единиц урона. То есть, ну, как бы, казалось бы, но не совсем. Что же касается времени сведения и разброса на 100 метров, это мы дело все сейчас обсудим непосредственно в бою. Итак, ребятки, давайте закатимся в бой и посмотрим, насколько сложно на этой ИС-ушке будет выкатывать 9-й левел. Итак, ребят, мы загнались в бой. Давайте сразу с вами определимся с несколькими вещами. Первое. Перед тем, как заценим динамику, хотелось бы заценить с вами УВН. Я не посмотрел циферки, но обратите внимание, УВНчик, он, в принципе, ну, как бы плюс-минус играбельный, да? То есть, вроде бы можно было бы как-то и чуть-чуть пониже, но тогда, получается, прям вообще имба была бы. В целом, на маленьких расстояниях выцеливать нижние бронелисты в тяжах у вас будет получаться. Что же касается УВНов вверх? Ну, в принципе, достаточно и, честно говоря, я как-то никогда не заморачивался над тем, чтобы стрелять куда-нибудь на гору. Как правило, это вам не надо на ПТшках. Ну, очень редкие какие-то такие моменты игровые бывают, но в целом, в основном, стреляете как-то больше вниз с каких-то холмов и горок, чем стреляете вверх по холмам и горкам, находясь непосредственно под ними. Что же касается подвижности данной ПТшки? ПТшка, ну, в принципе, подвижная. Она довольно неплохо, заметьте, крутится на месте. Она довольно неплохо перемещается по карте. Можно вот так вот, поняв, что куда-то не туда я попер, развернуться и поехать абсолютно в другую сторону. Выехать, допустим, там, попытаться поддержать линию ТТ, если поехали на линию СТ и так далее. То есть, ПТшка подвижная, позволяющая кардинально менять в бою направление движения, линию, на которую вы направляетесь. Ну, короче говоря, по подвижности, как и во всей этой ветке, у меня лично претензий абсолютно никаких нет. Что же касается времени сведения, что же касается стрельбы. Ну, вот сейчас мы остановимся. Сведение, честно говоря, такое себе, хотелось бы немножко лучше, но в целом его хватает. Особенно, если динамика боя такова, что вам нет необходимости быстренько сводиться, как вот сейчас это происходит, да. Урон в 600 единиц, ну, он очень приятный. Единственное, что данная ПТшка, она, в принципе, ну, вот в отношении подвижности ПТшки в развороте довольно неплохая. Сейчас нам не повезло, надо было мне не психовать и, наверное, все-таки по-нормальному свестись. Из-за этого я и не смог вынести его в ангар. Ну, и как и все ПТшки этого уровня до девятки, ПТшки не терпят того, чтобы сталкиваться с врагом лоб в лоб непосредственно где-нибудь на линии. То есть ПТшечка подразумевает собой все-таки наличие терпения у игрока стоять где-нибудь в кустах и отстреливать на расстоянии. Вот придерживаясь такого в игре, у вас будет на этой ПТшке ровно и гладко все получаться. И дальше будет все зависеть только от того, насколько качественно и хорошо отыгрывает непосредственно сама команда. Давайте быстренько досмотрим данный бой, ну и продолжим обсуждение ПТшечки в следующем бою. Итак, ребятки, бой закончился. Когда из песни Слоу не выбросишь, я их по крайней мере не выбрасываю, поэтому ничего не вырезаю, поэтому приходится немножко потерпеть и подождать. Ну и видео получается немножко затянутым. Результат нашего боя. 1273 единицы урона, хотя мы могли бы сделать больше, если бы отыгрывали на расстоянии, и ТТшки к нам не прорвались. К сожалению, продавили враги в определенный момент боя линию ТТ, ну а мне, наверное, необходимо было в принципе изначально на нее поехать, дабы поддержать наших тяжиков, а не попытаться поотстреливать по средним танкам на дальнем расстоянии. Как показал бой, ПТшка не терпит абсолютно вот подобной ошибки и сталкиваться с врагами лоб в лоб не рекомендуется, ну крайне сильно. Вопрос жизни и смерти в прямом смысле в конкретном бою. Но свои 1273 урона мы сделали, мы выполнили, как мне кажется, нашу задачу по нанесению урона, возможно не в полном объеме, исходя из того, что запас порчности у данной ПТшки 1100 единиц. То есть, ну в принципе, ну окей, хорошо там в притирочку, да, так вот мы проскользнули и вроде бы выполнили свою задачу. Но в принципе ПТшка может гораздо больше. Давайте попробуем еще разок. Итак, ребятки, как я уже говорил, ПТшка, она не терпит столкновений с противником, а значит нам необходимо занимать какую-нибудь дальнюю, я бы так сказал, отдаленную от врага позицию и надеяться на то, что фланг, который вас прикрывает, не будет противником продавлен. Сейчас займем такую типичную позицию для ПТ на этой карте. Движок, в принципе, позволяет вылазить куда-нибудь на горочки, занимать какие-нибудь позиции для обстрела. Соответственно, станем вот здесь вот культурно за камешком. Ну и будем надеяться, что то количество ТТ, которое забросило у врагов к нам в бой, ну, попытается прорваться через вот эту линию. Главное на всей ветке вот этих ПТшек, как минимум до 9 уровня, как я уже говорил, сохранять спокойствие, хладнокровие, иметь выдержку и терпение. Вы должны быть как удав, который просто сидит и ждет спокойно свою жертву. Сейчас брошу исключительно наугад, КВ все-таки прорвался, ушел он из засвета. Возможно, я психанул, но в любом случае сейчас бы это там зарешало безусловно, но не сильно. Не было у меня уверенности в том, что КВ кто-то подсветит, пока он доберется до горки, поэтому да, кинул просто вот так вот наугад. Попытаюсь в него попасть, попадаю, наношу практически 600 единиц урона, ну и дальше, сохраняя хладнокровие, продолжаю стоять на месте, отстаиваться, ну и главное не отсвечиваться. Попробую немножко перекатиться вперед, потому что в принципе кроме вот этого КВ, которого зажали здесь, больше противников нет. По поводу УВНов, вот стоит вам вот так вот стоять в бою, а это, согласитесь, не сильно большой наклон для танка и все, вы уже никого не выцеливаете. Поэтому все вот эти маленькие нюансы необходимо постоянно держать в голове, ну и соответственно иметь привычку играть на этом танчике так, чтобы пространство, по которому вы перемещаетесь, было плюс-минус ровное. Для того, чтобы в случае необходимости куда-то чуть-чуть вперед-назад катнуть, вам не приходилось постоянно беспокоиться о том, а сможете ли вы опустить пушку ниже, для того, чтобы в кого-то попасть. Но бой потихоньку превращается в такое себе стоялово, сейчас скорее всего вот здесь вот ТТ-34-100 вылезет и отхватит, ну а мы соответственно в это время, как вы видите, начали сразу отхватывать по первому же засвету и нахватались, ну просто-таки как собака-блох. Это как раз и было то, о чем я говорю, что вот стоит вам поехать куда-нибудь вперед, я особо вперед-то и не двинулся, да, то есть я практически не поменял позицию, где находился, меня подсветил средний танк и всем спасибо, все свободны. Дальше говорить о чем-то уже не остается, танковать он просто не умеет, соответственно остается только надеяться на то, что вы сможете сделать какое-то определенное максимальное количество шотов, для того, чтобы реализовать себя в бою по нанесенному урону и не более того. Ну вот как-то вот так вот пытаться истерически отстреливаться от врагов, понимая, что сейчас вам будут лапки плести. Ну вот они в принципе и сплетены. Я выхожу сразу из боя, не буду дожидаться результатов. Мне почему-то кажется по количеству шотов, что мы если и не выполнили свою задачу минимум по нанесенному урону, то по крайней мере максимально к нему приблизились. Что же касается ПТшки в целом, я поставлю сейчас следующую ПТшечку, чтобы не был пустой экран и скажу следующее. Данная машинка на топовом орудии играется очень комфортно, если вы маниакально-депрессивно не будете вылазить на рожон, но и соответственно не будете бодаться с противниками. Вы все так же остаетесь, как и на предыдущих ПТшках по этой ветке, танком поддержки третьей линии. Как только вы перемещаетесь на вторую, вы будете единственной и самой желанной целью для врагов первым вынести в ангар именно вас. Ну а дальше уже разбираться со всеми остальными. Уж больно вы картонные. Вот эта ПТшечка девятка, она уже будет по броне куда интересней. Здесь же брони нет ровным счетом никакой, но и соответственно на ИСУ-152 тоже. Шьется она везде куда не лень, кроме маски орудия. Ну а в нее прилетает не так уж и часто. На данный момент у меня все. Играйте в танки, получайте удовольствие. Главное фан, а все остальное наживное. Всем всего хорошего, всех благ, ну и конечно мира вам.